Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Живу с родителями, работаю в первой группе инвалидности. Мою, убираю, готовлю и прочее. У кого группа инвалидности непонятна, у вас или у родителей. Родители постоянно срываются на меня, на меня или на меня, когда болеют, ругаются друг с другом. Потом все это на меня. Устали, хотя что-то делают по великому желанию, этот список бесконечен. Если я этим же болею, это норм, а не трагедия. Постоянные скандалы, контроль. Съехать не получается, моя голова пухнет от постоянного нервного напряжения, чувствую истощение, усталость, плохое самочувствие. Как себе помочь? Ну, вообще говоря, самый лучший способ себе помочь, это пойти на психотерапию, вот, и, заручившись поддержкой психолога, да, вот, начать, последовательно решать ваши проблемы, вот. Ну, хотя, хотя бы, просто вот, чтобы вы имели возможность выразить, высказать, разместить, то, что вас беспокоит, то, что вас тревожит, то, что вас напрягает и то, что у вас болит. Вот, это вот, на мой взгляд, едва ли не основное здесь, вот. То есть, просто почувствовать, что вы как-то, ну, не одиноки, да, что у вас есть, ну, что у вас есть, какая-то поддержка, что у вас есть, понимание, да, вот, что вас понимают, что вас, ну, как-то слышат, да, и так далее. Это вот очень важно для человека, вот, потому что, ну, находиться как-то вот в постоянной оппозиции, да, находиться в постоянном напряжении, вот, находиться в таком каком-то постоянном состоянии, ну, борьбы, да, вот, на мой взгляд, конечно, очень тяжело и непросто. Следующее, после того как вы почувствуете в себе некую силу, после того как вы почувствуете в себе некую опору, я думаю, можно будет переходить к второму шагу, это наработка личных границ между вами и вашими родителями, вот. хотя бы в той части, где ваши родители перекладывают на вас свои проблемы, вот. Я имею в виду, что они ругаются, ну, ругаются, в общем, многие пары, это, я бы не сказал, что это прям что-то такое вот аномальное, да, я бы не сказал, что это что-то такое уникальное, вот, и то, что они ругаются, вот, ну, не является чем-то особенным, вот. Ну, в смысле того, что вот они ругаются, ну, потому что, вот, в той или иной степени, да, вот, в какой-то степени их это устраивает, им это нравится, они этого хотят, они этим, в общем и целом, живут, вот. И вам нужно, во-первых, изменить свое отношение к ссорам, это первое, что нужно сделать, а второе, что, второе, что нужно сделать, это оградить себя от этих самых конфликтов, да, от этих самых ссор, чтобы вас это не трогало, вот. Только тогда, только, в этом случае у ваших родителей появится определенный стимул для того, чтобы, допустим, ну, что-то менять в своей жизни, да, как-то, ну, по-другому, может быть, себя вести, да, и так далее. Потому что, пока вы делаете для своих родителей, вот, то, что делаете, вот, никакой абсолютно необходимости, вот, что-либо делать у них нет, вот, и не будет, потому что зачем, им удобно, им хорошо, вот. Их все устраивает, у них все нормальное, и зачем, вот, извините, что-либо меня, для чего. Поэтому, необходимо, необходимо личные границы ваши, ну, нарабатывать, вот, необходимо личные границы формулировать, вот, и уже, значит, исходя из этого, исходя из этих вещей, выстраивать свои новые стимулы поведения, вот, конечно, конечно, я бы сказал, что очень важной частью является выражение, выражение этих аспектов. То есть, очень важной частью является то, чтобы вы говорили, высказывали то, что вас волнует, то, что вас тревожит, то, что вас беспокоит и так далее. Очень важно это тоже высказывать, очень важно тоже это выражать, проявлять и так далее. Что на выходе вы из этого получите? На выходе из этого вы получите энергию, большее количество, большее количество, большее количество энергии вы получите на себя. Вот. Вы получите большее количество ресурсов, вот, для, опять же, себя, для того, чтобы, ну, больше, ага, больше внимания, да, уделять себе, уделять своим желаниям, своим интересам. потребностями и так далее, вот, сейчас ничего такого нет, у вас по сути не наштой энергии сейчас не остается, вот, все нашел, ну, вся ваша энергия уходит на родителей, да, вот личные границы помогут вам сохранить немножко энергии, да, личные границы позволят вам, ну, больше, как-то вот, заботиться о себе, да, вот, и позволит вам увидеть вот эти моменты связанные с тем, что вы можете, что вы хотите, куда вы хотите двигаться и так далее. Это вот очень такие важнейшие аспекты, значит, бедности человека. Следующее, на что важно обратить внимание, это на то, каким образом вы оказались в такой ситуации, в таком положении, вот, то есть, как так получилось, что вы, вот, за родителями, да, своими, вот, ухаживаете и, ну, позываете, значит, а с собой, как бы, жертвуете, да, то есть, приносите себя взятку. Как так получилось, я не думаю, что у этого есть, я не думаю, что это случайно, вот, я думаю, что у этого есть какие-то основания, я думаю, что эти основания связаны каким-то образом, тем, что хочется вам, вот, может быть, связаны со страхами, вот, какими-то вашими, например, страх, пробовать, ну, что-то, вот, страх проявлять себя и так далее. Вот, такие моменты тоже, к моему большому, к моему большому, к сожалению, очень могут быть и необходимо их исключить, вот, нам, по крайней мере, необходимо их исключить, вот, чтобы быть уверенным, что у вас нет никакой вторичной выгоды в том, что вы, вот, ну, как-то, вот, в этом состоянии, да, вот, в таком состоянии пребываете, потому что, если у вас, как-то, вот, вторичная выгода какая-то есть, вот, то вы, конечно, будете саботировать любой, в общем-то, любую попытку выйти из этого, значит, состояния, вот, вы будете саботировать любые действия, направленные на то, чтобы, ну, как-то, вот, быть более свободной, да, например, и так далее. Очень важно этот момент исключить, чтобы, ну, чтобы не заниматься, да, мастышкиным трудом, вот, либо признать это как проблему и работать уже с этой проблемой. Вот так. Так. Я думаю, можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. И последнее, что я хотел бы сказать. Как вы себе представляете, вот, улучшение вашей жизни. То есть, как бы вы жили и что бы вы делали, да, если бы вам было полегче. Если бы родители, например, не так на вас давили. Спасибо. Спасибо.